Добрый день, уважаемые соотечественники! Добрый день, уважаемые соотечественники! Мы развернули сеть народных университетов здоровья, где людям помогаем немедицинскими методами поправить свое духовное и душевное здоровье, избавиться от вредных привычек и, как следствие, восстановить здоровье и, в том числе, восстановить зрение. Оказывается, любой человек, который носит очки, может снять очки и с помощью простых специальных упражнений восстановить зрение и начать видеть без очков, так же, как в очках и даже лучше. Вот на сегодняшний день я являюсь ведущим специалистом в нашей стране, да, как выяснилось, и в мире по этой проблеме. И в городе Нижнекамске по приглашению известного на всю Россию клуба трезвости «Нижнекамский оптималист» я вот уже пятый день провожу такие занятия очень успешно. Кроме того, 22-23 ноября у вас в Нижнекамске проходил Объединенный съезд трезвенческих движений России и стран СНГ. Он был посвящен 20-летию Союза борьбы за народную трезвость, 20-летию общественной организации «Оптималист» и 20-летию клуба «Нижнекамский оптималист», который, как я уже сказал, известен своей большой работой на всю Россию. Первым председателем этого клуба был замечательный человек Юрий Владимирович Морозов. Ну вот после его смерти клуб возглавил присутствующий здесь Сергей Владимирович Коновалов. Он, как говорится, ведет, координирует эту работу. На этом съезде меня избрали председателем Союза борьбы за народную трезвость. А все 20 лет я был первым заместителем председателя, потому что председателем нашего Союза был величайший человек России, академик всех медицинских академий мира Федор Григорьевич Углов. Он 22 июня этого года на 104 году жизни умер, причем в 100 лет он делал самые сложнейшие операции в своей клинике. И он был занесен в Книгу рекордов Гиннеса как единственный на планете Земля хирург, у которого хирургический стаж более 75 лет. 78 лет он оперировал людей. Вот такой человек возглавлял 20 лет трезвенческое движение России. И вот сейчас эта ноша легла и на мои плечи, и поэтому меня пригласили сюда к вам в мечеть, чтобы рассказать об этой проблеме. Потому что проблема сложная, проблема страшная. Социологи всех стран мира ломают голову над проблемой, которую они назвали русский крест. К сожалению, точно такая же проблема и украинский крест, и белорусский крест, и татарский крест. Проблема примерно одна и та же. Суть ее заключается в следующем. В 65 году в Российской Федерации смертность на тысячу составляла 6, а рождаемость составляла 20 на тысячу. Рождаемость составляла 20. А спустя 35 лет, в 2000 году, рождаемость стала 6, а смертность 20. И вот они соединяют эти кривые и получают крест. И рассуждают, что же случилось с русским народом на рубеже тысячелетий, что он из цветущей нации превратился в вымирающее сообщество. На самом деле, русский крест выглядит совсем по-другому. Действительно, в 65 году смертность на тысячу в Российской Федерации составляла 6. Это был самый низкий уровень смертности в мире. И это подавалось как достижение нашей медицины. Но вдруг смертность начала резко расти. В 80 году достигла 12 на тысячу. Это была катастрофа. За 15 лет в стране в два раза увеличилась смертность. Нужно было найти какое-то разумное объяснение. Как показалось, нашли. Объяснили это урбанизацией населения. Ой, объяснили это эхом войны. Якобы в войну народ натерпелся. И вот пришло время массово умирать. И поэтому все нормально. Но вдруг с 80 по 85 год смертность застабилизировалась на уровне 12 на тысячу. И вдруг в 85 году смертность резко пошла вниз. И достигла в 87 году своего естественного минимума 6 на тысячу. И вдруг в 88 году ни с того ни с сего смертность резко пошла вверх. И в 94 году достигла 20 на тысячу. И вот сейчас она где-то там болтается в районе 25 в разных регионах России по-разному. Как же вела себя рождаемость? Рождаемость вела себя зеркальным образом по отношению к смертности. Такого не было ни в одном государстве никогда. В 65 году рождаемость в Российской Федерации была 20 на тысячу. По уровню рождаемости мы стояли на втором месте в Европе после Албании. Албания, как вы знаете, мусульманское государство. Но вдруг рождаемость начала резко падать. И в 80 году достигла 14 на тысячу. Такое резкое снижение рождаемости тоже надо было чем-то объяснить. Объяснили урбанизации населения. Якобы народ начал массово переселяться в города. А в городах якобы не до рождения детей. Так что все нормально. Но вдруг с 80 по 85 год рождаемость застабилизировалась на уровне 14 на тысячу. И вдруг в 85 году в Российской Федерации произошел неслыханный за всю историю России демографический взрыв. Рождаемость резко пошла вверх. И в 87 году достигла 20 на тысячу. И вдруг в 88 году рождаемость резко пошла вниз. Ни с того ни с сего. А еще был Советский Союз. Еще господин Ельцин в кармане коммунистический партбилет носил. Рождаемость резко пошла вниз. В 91 году она пересекла смертность. И в 94 году достигла 6 на тысячу. И вот сейчас где-то болтается. Но вот последние пожарные меры чуть-чуть начали увеличивать рождаемость. Вот он русский крест. Все произошло за 6 лет. За 6 лет мы из цветущей нации превратились в вымирающее сообщество. Если взять тот же крест по татаре и по татарам. Точно то же самое за эти 6 лет произошло и в татаре. Произошло и в других республиках. В Белоруссии и на Украине. Как объяснить? Объяснение, как выяснилось, лежит на самой поверхности. Если я нарисую здесь сейчас график душевого потребления алкоголя в России. А душевое потребление алкоголя это объективный показатель уровня пьянства. В любой регионе, в любое время. За год берется все выпитое пиво, вино, водка. Выделяется чистый спирт, складывается. А потом делится на все население. И получается усредненный показатель пьянства душевое потребление. Выяснилось, что график душевого потребления алкоголя почти точка в точку совпадает с кривой смертности. Судите сами. В 65-м году пили 6 литров чистого спирта на душу населения в год. Смертность была 6. Растет алкоголь, растет смертность. С 80-м году в Российской Федерации пили уже 12 литров на душу населения в год. Смертность 12. С 80-го по 85-й год был застабилизирован алкогольный рынок. Застабилизировалась и смертность. И вот вам антиалкогольная кампания 85-го года. Закрывали заводы, закрывали магазины. Алкоголь резко пошел вниз, почти до 5 литров. И резко пошла вниз и смертность. И вот в 88-м году к власти пришли силы, которые были враждебно настроены против политики отрезвления. Эти силы предполагали провести у нас в стране приватизацию. Одно из значений слова французского приватизация это ограбление. Необходимо было ограбить народ и присвоить всенародную собственность кучке вот этих олигархов, которые сейчас у всех на слуху. Выразителями этой политики впоследствии стали такие одиозные фигуры, как Чубайс и Гайдар. И как вы сами понимаете, ограбить пьяного и больного намного легче, чем трезвого и здорового. И они раскрутили программу неслыханнейшего спаивания народов нашей страны. И понеслось вверх. 89-й, 90-й, 91-й, 2-й, 3-й, 4-й. И в 94-м году душевое потребление в Российской Федерации достигло 20 литров на душу населения в год. Это алкогольный коллапс. Просто алкогольный коллапс. И сейчас где-то болтается между 20 и 30. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, при 8 литрах происходит неугасимое, неотвратимое угасание этноса. Почти 20 литров. Таким образом, главная причина смертности в нашей стране – это алкоголь. Это стоящая за алкоголем алкогольная мафия. А все мы слышали про нефтяную, газовую мафию. Нигде никто ни слова, ни полслова не сказал про алкогольную мафию. Которая не только миллиарды у людей из карманов тянет. Она еще и миллионами на кладбище людей укладывает. Ну и политика правительства. Которая в упор не хочет видеть самую страшную проблему современности в России. Это проблема алкоголя. Как же вела себя рождаемость? Рождаемость вела себя обратным образом по отношению не к смертности, а по отношению к душевому потреблению алкоголя. А это социологический закон. Во всех странах это так и бывает. Смотрите сами. Пили 6 литров, рождаемость была 20. Растет алкоголь, падает рождаемость. Рождаемость. Стабилизируется алкоголь, стабилизируется рождаемость. Убирается алкоголь. И само собой резко подпрыгивает рождаемость в обществе. Причем в 1985 году никто ни слова, ни полслова не сказал про демографическую проблему. Вообще даже об этом и не думал никто. Люди сами нарожали детей. Понимаете? Ведь это же величайшее счастье иметь детей, понимаете, для человека, для мужчины, для женщины. Продолжение своего рода. А когда человек начинает выбирать между бутылкой и детьми, он, как правило, выбирает сейчас бутылку, а не детей. Убрали бутылку и нарожали детей. Нарожали. И рождаемость резко пошла вверх. И вот снова начали накачивать страну алкоголем. И рождаемость резко полетела вниз. Достигла шести. Сейчас вот где-то здесь болтается. Таким образом, главная причина нерождения детей в нашей стране – это алкоголь. Это стоящая за алкоголем алкогольная мафия. И это политика власти, которая, говоря о демографии, в упор не видит самую страшную составляющую демографии – это алкоголизация молодежи. Это самая страшная составляющая – пьянство молодежи. Я вам нарисую еще одну кривую. Называется она «Коэффициент популяционной деградации нашего народа». Это процент школьников, которые сидят в школах для дебильных детей. Казалось бы, рождение дебильных детей должно быть как-то связано с кривой рождаемости, правда? Ну вот рождаются дети, часть из них дебилы, вроде все нормально. А нет. Выяснилось, что на 97% дебильные дети – это жертвы алкоголя, потребления родителями. 97%. Смотрите сами. В 65-м году пили 6 литров. Детей с отклонениями от нормы в Российской Федерации рождалось 8%. В два раза вырос алкоголь за 15 лет. Ровно в два раза выросло и количество дефективных детей – 16%. Застабилизировали алкоголь, застабилизировался процент рождения дебильных детей на уровне 16. И вдруг в 85-м году в Российской Федерации в 86-м, 87-м, 88-м случилось настоящее чудо. Просто случилось чудо. Количество дефективных детей родилось в эти годы менее половины процента. Менее полпроцента. Мы поначалу даже не поверили. Ну как же так? В два раза сократили алкоголь, в два раза должно быть к 8%, а оно менее полпроцента. Но когда мы проанализировали ход антиалкогольной кампании 85-го года, 85-го, 88-го, мы выяснили, что меры отрезвления в первую очередь задели молодежь. Именно молодежь совершенно спокойно перешла на трезвый образ жизни. Молодежь не ломилась в этих очередях за водкой, где эту бабушку задавили. Два месяца вся страна плакала. В очереди за водкой бабушку задавили. И молодежь нарожала абсолютно здоровое потомство. Вот эти дети, рождение 86-го, 88-го года, это последняя генетическая надежда русского и татарского народа. Вот этих детей погнали за клинским пивом. Их генофонд уничтожают вот этим клинским пивом. Ну а в 88-м году, когда начали заливать страну алкоголем, количество дефективных детей резко пошло вверх. И в 98-м году, по официальным данным, детей с отклонениями от нормы в Российской Федерации рождаются 37%. А в таких самых пьяных регионах, как Новокузнецк, эта цифра уже перевалила за 50%. Там детей с отклонениями рождается больше, чем нормальных. Таким образом, главная причина дебилизации населения нашей страны – это алкоголь. Это стоящая за алкоголем алкогольная мафия. И политика правительства, которая в упор не хочет видеть. И в этой ситуации, в ситуации такого беспробудного пьянства молодежи, стимулировать рождаемость – это стимулировать дебилизацию страны. Вы поверьте мне, как специалисту. Надо отрезвить молодежь. А потом уже давать деньги, давать квартиры, чтобы они рожали. Сколько было споров об этом материнском капитале? Проблема страшная. Меня уже мало что в этой проблеме может удивить, но в этом году я удивился очень здорово. 22 января этого года я проводил большой семинар по антиалкогольной проблеме с учителями города Кстова, Нижегородской области. И меня попросили выступить в школе в селе Безводное. Приезжаю в село, огромное село, 44 километра от Нижнего Новгорода, пригородное село. Гигантская школа двухэтажная на 850 учащихся. Я говорю, соберите только старшие классы. Хорошо, только соберем старшие классы. Собрали 8, 9, 10, 11 класс. Всех вместе в этой школе оказалось 17 человек. Вот на всю эту гигантскую школу. Три учителя. Председатель сельсовета. Я вышел и говорю, люди русские, вы поверьте, такой войны на наше полное уничтожение Россия не знала никогда. Вот точно так же индейцев уничтожили в Америке. Вот точно по тем же самым законам. Ну и рассказал им об алкоголе. Смотрю, председатель сельсовета плачет. Я спрашиваю, что случилось? Он говорит, Владимир Георгиевич, в этом году с 1 по 15 января вот эти куршавельские праздники, знаете, что для пьянки и разврата элита себе на Новый год сделала, так сказать, 10 дней гулянок на зарубежных курортах? За эти, говорит, 15 дней у меня в деревне от пьянки умерло 18 человек. Я говорю, а сколько у вас родилось? Он говорит, да третий год никто не рожает. Районы, регионы целые выметают алкоголь. Целые районы выметают алкоголь. Почему же люди пьют? Маршак написал, для пьянки есть такие поводы. Разлук и встречи, праздник, проводы, покупка, новый чин и просто пьянка без причин. На самом деле все это глупость. Существует всего три причины, почему люди пьют. Существует всего три причины, почему люди курят. Существуют те же самые три причины, почему люди колятся другими наркотиками. Первая причина, самая страшная и самая важная, называется доступность. Доступность данного наркотика. Доступность. Фантастическая доступность алкоголя и привела нас к алкогольной катастрофе. Если при советской власти бутылка водки стоила 4 рубля, а булка хлеба стоила 20 копеек, то одна бутылка водки равнялась 20 булкам хлеба. На сегодняшний день в Москве булка хлеба стоит 20 рублей, а бутылка дешевой водки 80. Одна бутылка водки, 4 булки хлеба. В 5 раз водка стала дешевле и доступнее. Ребенок, сэкономив на завтраках, спокойно может купить бутылку пива. Совершенно спокойно. Такой цены малой на алкоголь нет вообще нигде в мире. Понимаете? Вообще нигде нет. В странах Европейского Союза в 10 раз дороже алкоголь. Он недоступен ни молодежи, ни студентам, никому. По времени продажи, по месту продажи. Я вот сегодня меня возили по вашему городу и показали. Вот женские слезы магазин. Здесь в этом магазине только торговали водкой, женщины приходили. Вот три поросенка где торговали. То есть до сих пор люди помнят вот где этой отравой торговали. Три места было у вас в Нижнекамске. А набережные Челны вообще был сухой закон, когда строили этот город. А сейчас что? На любой остановке, на любом углу. Только подумай. Круглые сутки это пойло. Иди и бери. Вторая причина. Это убеждение людей. Убеждение людей. Убеждение людей в том, что им надо пить. Убеждение людей в том, что им надо курить. Убеждение людей в том, что им надо колоться наркотиками. Причем алкогольная мафия тратит миллиарды долларов на то, чтобы вбить людям в голову вот это убеждение, что обязательно надо пить, обязательно курить, обязательно тянись к наркотикам. Я посмотрел телесериалы, которые показывают по российскому телевидению. Во всех телесериалах чем занимаются герои? Все они курят, все они пьют, все они развратничают. Ну и время от времени что-то делают. И наших детей и молодежь пытаются убедить, что вот это и есть та самая жизнь. Понимаете? Вот это и есть нормальная жизнь. Ну и последняя, третья причина. Это наркотическая зависимость. Наркозависимость. Человек, который начинает употреблять любой наркотик, а алкоголь и табак это тоже наркотики, он неизбежно впадает в зависимость, ему уже надо, уже без этого плохо, его ломает и так далее. Вот три причины. Проблема, еще раз повторю, страшная. И решать ее не кому-то, а нам с вами. Нам с вами решать эту проблему. И никакой добрый дядя не придет, эту проблему за нас не решит. Более того, этот добрый дядя из Америки, он наоборот сюда еще керосину подольет в эту проблему. Потому что ведь это же доступ к нашим природным богатствам. Как мы не понимаем, что с нами делают то же, что делали с индейцами в Америке. Ведь жили же многомиллионные племена индейцев. Где они сейчас? Всех их водкой смели с лица земли. Так и здесь. Кто сказал, что эти нефть, газ принадлежат татарам и русским? Кто сказал? Вы что, думаете, все с этим согласны? Далеко не все в мире согласны с этим. А как их отсюда вымести? А самый простой способ. Это вымести водкой, как они в свое время вымели индейцев в Америке водкой с лица земли. Для решения алкогольной проблемы традиционно существует два подхода. Один подход называется борьба с пьянством. Борьба с пьянством. А второй подход называется борьба за трезвость. Два подхода декларируют решение важнейшей государственной проблемы. Это проблема выживания нашей страны. Алкогольная проблема. Но на этом их сходство заканчивается. А дальше все идет с точностью до наоборот. С точностью до наоборот. Но если есть два подхода, то должна быть наука, которая бы обосновала эти подходы. Ну как решать важнейшую социальную проблему в 21 веке без науки? Это же безумие. В основе борьбы за трезвость лежит теория трезвости. Теория трезвости. А в основе борьбы с пьянством лежит теория культурного питья. Теория культурного питья. Но если есть две теории, претендующие на решение важнейшей социальной проблемы, должны быть авторы этой теории, какие-то крупнейшие ученые, которые бы доказали справедливость этого подхода. Авторами теории трезвости являются величайшие русские умы. Федор Михайлович Достоевский, Лев Николаевич Толстой, академик Павлов, Бехтерев, Углов. Достойными продолжателями этой плеяды имен является Международная Академия Трезвости. Она зарегистрирована в Швеции, в Стокгольме. И я являюсь вице-президентом этой академии. Нет ни одного мусульманина, который бы формировал теорию трезвости, ну, кроме пророка, который, так сказать, ее сформировал раз и навсегда. Понимаете? То есть, все. После этого проблемы у мусульман с этим делом не было никогда. А кто же автор теории культурного питья? Я 25 лет профессионально занимаюсь этой проблемой. Мы не можем докопаться. Нет авторов теории культурного питья. Нет, понимаете? И быть не может. Алкогольная мафия сочинила сказочку. Сказочку про то, что, дескать, пили все культурно, пили все умеренно, тогда бы пьянства, алкоголизма не было. Люди поверили пьющие в эту сказочку. И понеслось, поехало. На 10 культурно пьющих 5 пьяниц, 3 алкоголика, двое на кладбище. И понесся этот конвейер. Понесся на это кладбище. Но если есть две теории, то надо посмотреть, как они относятся к предмету рассмотрения нашему, к алкоголю. Теория трезвости говорит однозначно. Алкоголь – это самый опасный на Земле наркотик. И бороться с ним надо только как с наркотиком. Кстати, в 1975 году 28-я сессия Всемирной Организации Здравоохранения официально признала алкоголь наркотиком. Мало наркотиком. Наркотиком номер один в мире. В силу его распространения и незащищенности широчайших народных масс. Героин – наркотик номер два, табак номер шесть. И Всемирная Организация Здравоохранения призвала власти всех стран признать алкоголь наркотиком. 44 страны мира признали на сегодняшний день алкоголь наркотиком. 44 страны. Это в основном страны мусульманские, Ближний, Средний, Восток. И вот мы с Хазратом разговаривали. Был он в Хаджи, в Саудовской Аравии. Он говорит, ну просто поражаешься. Абсолютно трезвая страна. Ну вот просто, понимаете. И так, говорит, быстро к этому хорошему привыкаешь, что когда возвращаешься назад, волосы дымом становятся. 44 страны мира. Кстати, Советский Союз в 1975 году в антинаркотической секции Всемирной Организации Здравоохранения представлял главный нарколог страны Бабаян. Сам горький пьяница. И в знак протеста против признания алкоголя наркотиком Советский Союз вышел из антинаркотической секции ВОЗ. Отказались признавать его наркотиком. А 82 страны мира. Плюс к этому. Они ввели у себя так называемый закон трезвости. Это максимальное ограничение на доступность и на пропаганду этого наркотика. 82 страны мира. У них нет сухого закона. Но такие жесточайшие ограничения на алкоголь, что он там и пикнуть не может. Это мафия у них. А что же говорит теория культурного питья? А теория культурного питья говорит, что алкоголь это специфический пищевой продукт. Не наркотик, а пищевой продукт. И обязательно надо пиво, вино, водку продавать в гастрономе. Рядом с молоком, с хлебом, с колбасой. Чтоб люди, не дай бог, не подумали, что это не пищевой продукт. Представьте, я бы приехал к вам в Нижнекамск, зашел в хозяйственный магазин, а в углу, в самом темном, где грязь, там тараканы, паутина, я бы увидел удобрения в мешках стоят. Крысиный яд, мышеловки, тут же невзрачная бутыль с пивом запылённая, ржавая канистра с водкой. Наверное, люди бы задумались, что это они тут среди ядов-то делают, понимаете? А нет. Заходишь в гастроном, лучшие места, понимаете? Прям иконостас из бутылок. На любой вкус, на любой карман. Пищевой продукт. Но почему-то он специфический. Почему-то не рекомендуют женщинам беременным. Почему, не знаю. Почему-то за употребление этого продукта наказывает ГАИ. Молока напился, ничего. А пиво, вина, водки напился. Прав лишают, они эти штрафы денежные. С чего бы? Это же пищевой продукт. Ну и самое главное. А на кого направлена вся мощь пропаганды культурного питья и трезвости? На кого она направлена? Причем, на пропаганду культурного питья алкогольная мафия в нашей стране тратит миллиарды долларов. Миллиарды долларов. На пропаганду теории культурного питья. А вот на пропаганду теории трезвости я каждый месяц из своей скромной профессорской зарплаты несколько тысяч рублей откладываю, чтобы записать диск, чтобы сделать какую-то листовку, чтобы поехать где-то выступить в школе и так далее. Понимаете? Это рубли. И рубли очень маленькие. Сравните, да, что тратит мафия на то, чтобы убедить людей, что надо пить. И каковы наши возможности? Слава Богу, сейчас и мусульманские мечети все начали и размножать эти диски, и распространять эту информацию. И православные церкви подключились к этому в России, понимая, что скоро не с кем будет работать вообще. Люди все исчезнут с лица земли. Так на кого направлена вся мощь этой пропаганды? Теория трезвости направлена на всех и на каждого. Меня иногда приглашают выступить к алкоголикам. Я прихожу и говорю им, алкоголики, живите трезво. Живите трезво. Для вас это единственная возможность не сдохнуть под забором. Это начать жить трезво. Более того, если вы начнете жить трезво, вы еще можете состояться, как нормальные люди. И даже люди творческие. И в мире миллионы примеров тому, как алкоголик, прекращая пить, становился замечательным и даже великим человеком. В частности, американский великий писатель Джек Лондон, один из моих любимых писателей, ведь он в 25 лет был законченным пропитым алкоголиком. Он валялся под заборами, в тюрьмах сидел. И вдруг он взял себя в руки, отказался от этого яда и написал книгу, приговор алкоголю, который пожирает лучшие молодые силы человечества. И я говорю алкоголикам, живите трезво. Меня приглашают к пьяницам. Я прихожу и говорю, пьяницы, живите трезво. Живите трезво. Для вас это единственная возможность не спиться окончательно, не стать алкоголиками, не быть проклятыми семьей, обществом и не сдохнуть под забором. Живите, пьяницы, трезво. Я прихожу к людям, которые пьют культурно, и говорю, люди культурно пьющие, живите трезво. Вы подайте пример трезвой жизни своим собственным детям. Где гарантия, что ваши дети, глядя на вас, как вы пьете культурно, начав пить культурно, не сопьются? Где гарантия? Нет такой гарантии. Президент Ельцин спился. У нас 4 академика в Академгородке безобразнейшим образом спились. Точно так же, а я всю жизнь прожил в Новосибирском Академгородке. Академики точно так же спиваются, как рабочие и колхозники. Разницы нет никакой. И самое главное, я прихожу к детям, к молодежи и говорю им то же самое. Дети, молодежь, живите трезво. Живите трезво. Для вас это единственная возможность реализовать в жизни все свои способности, создать прекрасные семьи, нарожать здоровых детей, состояться в этом мире, как людям и гражданам. А на кого же направлена теория культурного питья? Вот эти миллиарды, на кого они направлены? Призывать алкоголиков пить культурно бессмысленно. Алкоголики пить культурно не могут. Они могут либо пить и гибнуть, либо не пить. Призывать пьяниц пить культурно, это преступно. Более культурных выпивок, чем пьяниц, я в жизни не видел. Пьяница, когда первую рюмочку поднимает, он и пальчик отставит, из-за прекрасных дамс тос скажет, из-за марахаяма что-то вспомнит. И вторую рюмку пьяница пьет культурно, и пятую пьет культурно. А вот после седьмой культура куда-то уходит, и, как говорится, опять обделался, то есть ушла культура с этим алкоголем. Поэтому призывать пьяниц пить культурно, это преступно. Это провоцировать пьяниц пить и стать алкоголиками. Призывать людей, которые пьют культурно, пить еще культурнее. Ну это вообще какая-то глупость. Они уже все пьют культурно. Люди, пейте еще культурнее, что ли. Так на кого же направлена вся мощь этой пропаганды? Вот этих миллиардов. А вот вся мощь этой пропаганды направлена на их и на ваших детей. Вот кого эти сволочи призывают пить культурно. Детей наших. Дети, пейте культурно. Дети, пейте умеренно. Дети, пейте хорошие вина. Дети, пейте прекрасное пиво. Вы только, дети, пейте. Вы только начните пить. Мафия вас подхватит. Она вас на могилу быстро отправит. Вот только бы начали, начали дети пить. Поэтому на сегодняшний день пропаганда культурного питья в нашей стране должна быть признана государственным преступлением. Это государственное преступление, направленное на уничтожение и спаивание наших детей и молодежи. Что же делать? Что надо рассказывать им? Вопрос. Так надо рассказывать. Давайте все вместе будем там им рассказывать. И вам тоже это, бабай, очень полезно. Послушать. Что же делать? Что же делать нам? Единственное, что может спасти нашу страну от гибели, а гибель уже есть, понимаете? Она уже идет, эта гибель. Единственное, что может спасти, это восстановление в нашей стране закона трезвости. Восстановление трезвости. И чтобы политика была не государственная политика, не алкогольная. А у нас на сегодняшний день алкогольная политика. Кстати, в Государственной Думе, я являюсь эксперт Государственной Думы по антиалкогольной политике. Я являюсь единственный там эксперт. А весь подкомитет, который называется Подкомитет по алкогольной политике, знаете, кто там сидит? Кто принимает все эти законы? Все хозяева крупнейших пивных, водочных, винных заводов, они все там сидят. И они формируют эту политику, политику спаивания. А нам нужна политика отрезвления. Вы скажете, Владимир Георгиевич, вы что же, предлагаете ввести сухой закон? Вы разве не знаете, что алкогольная мафия, она купила уже все телеканалы, и все телеканалы вбили людям в голову идею о том, что сухой закон ничего хорошего не дает. Все, что угодно, только не сухой закон. Слышали вы про такое? Я вас могу порадовать. В Российской Федерации 85 лет был сухой закон за рулем. Каждый нетрезвый водитель за рулем должен был быть наказан, лишен водительских прав и крупно оштрафован. Это и есть сухой закон. Наказание за алкогольное одурманивание. Давайте отменим сухой закон за рулем. Раз сухой закон ничего хорошего не дает, давайте его отменим. За рулем что будет? А я вам скажу, что будет. Сейчас в нашей самой пьяной стране мира примерно 1% водителей за рулем ездят пьяные. Но этот 1% пьяных водителей дает 24% всех тяжких дорожно-транспортных происшествий и 56% смертей на дороге дает алкоголь, связанный с алкоголем. Давайте уберем сухой закон за рулем. Да каждый второй, наверное, пьяный за руль полезет, раз не наказывают, раз разрешают. Нас же с вами попередавят. Ни у кого нет мысли отменить сухой закон, правда? Значит, надо его наоборот ужесточить. У нас пьяных водителей в 10 раз больше ездит за рулем, чем в странах Европейского Союза. И смертей примерно в 10 раз больше у нас на дорогах, чем в странах Европейского Союза. А как вы бы отнеслись к сухому закону для детей и молодежи? Вот был бы я, помните, была такая рубрика, кто постарше, а к соколы помнят, если бы я был директором. Помните, вот, говорю, вот если бы я был директором, я бы вот сделал вот так и так. Вот если бы я был директором вашего города, я бы устроил сухой закон для детей и молодежи в вашем городе. Очень просто устроил. И все бы меня на руках носили за это. За то, что я детей и молодежи устроил сухой закон. Отлучил их от алкоголя. Я бы обратился к жителям города по телеканалу и сказал жителям, кто из вас хочет, чтобы ваши дети пили, курили и кололись наркотиками. Если такие есть, приходите завтра на центральную площадь, мы этих идиотов всему городу покажем. Да нет таких родителей, которые бы хотели, чтобы его ребенок пил, курил и кололся наркотиками. Я прихожу в любой пятый класс, любой школы и спрашиваю. Дети, кто-нибудь из вас хочет, чтобы ваши родители пили, курили? И нет ни одной руки. Дети не хотят, чтобы пили, курили мы. А мы ведь не хотим, чтобы пили, курили дети. Так давайте наложим запрет, мораторий на эти испытания оружия, масса уничтожения нашего народа, алкоголя и табака. Давайте наложим. Я бы получил карт-бланш от жителей города, взял бы циркуль, и на карте города радиусом 500 метров вокруг каждой школы, учебного, лечебного, спортивного, культового учреждения провел бы вот такие круги. И сказал, это у нас будут в городе территории трезвости. Здесь находятся наши дети. На этих территориях не должно быть ни одного ресторана, ни одного магазина, ни одного ларька, ни одной рекламы, где бы людей травили алкоголем и табаком. Вы скажете, в вашем городе не найдется ни одного места, где можно было бы травить людей. Прекрасно, батенька, прекрасно. У вас на выездах из города, на всех дорогах, на расстоянии примерно 20-25 километров находятся городские свалки. Городские свалки. Так вот, я за счет мэрии, за каждой этой свалкой, что вы, я демократ, я против сухого закона, я за сухой закон для детей и для молодежи, а все остальные пейте, запивайтесь. Так вот, я за каждой бы этой свалкой заасфальтировал бы огромную площадку, и сказал, вот это у меня будут в городе зоны пьянства и разврата. Ради Бога, владельцы пивных, винных, водочных магазинов, ресторанов, ставьте магазины, ставьте рестораны, ставьте там ларьки, ставьте рекламу. Ради Бога. Но ведь ни один ребенок в эту зону пьянства и разврата не пойдет, правда? А если пойдет, наверное, у всех недоумение будет. Что это он туда пошел? Ни одна женщина приличная в эту зону пьянства и разврата не пойдет. Ну а те, кто без этого уже не могут, они туда, как говорят в народе, и на карачках доползут. Да у меня город на глазах отрезвеет. Вы скажете, это социальная утопия? Да ничего подобного. Я вам рассказал шведскую модель решения алкогольной проблемы. Шведскую. В 98-м году мне посчастливилось 10 лет назад побывать в Северной Швеции, город Эстерзунд. Мы приехали, на следующий день пошли по магазинам. Ходим по магазинам, нет нигде пива, вина, водки. Ну нет нигде, понимаете? Для нас после пьяной Москвы, Санкт-Петербурга, это было настолько дико. Я у шведа наконец спрашиваю по-английски. Я говорю, у вас что, сухой закон? Он говорит, пока нет. Пока нет. У нас за городом, за свалкой, есть один магазин, который торгует алкоголем 3 часа в день. И все алкоголики ездят в этот магазин отовариваться алкоголем. Но алкоголь в магазине продают только по предъявлению паспорта. Данные паспорта заносят в компьютер. И по месту жительства в полицейский участок идет автоматическое сообщение. Ждите, дурак приедет. И сколько взял, и что будет, и так далее. Более того, он то, что купил алкоголь, пиво, вино, водку, он обязан в закрытой сумке привезти, чтобы никто этого не видел. И он должен на пороге, возле подъезда своего дома, дождаться полицейского, который придет и по счету, по чеку проверит, что он все принес домой. Понимаете? Что он нигде не выпил, нигде никому не перепродал. Дома, в унитазе хоть запейся, залейся. Тебе это твое личное дело. В общественном месте запрещено. И у них там бутылка водки в этом магазине стоила по тем временам 24 американских доллара. 750 рублей. Пачка сигарет 8 долларов. Я впервые увидел страну, где люди к людям, которые употребляют алкоголь и табак, относятся как к людям сумасшедшим. Сумасшедшие люди. Они себе вред наносят раз. Они окружающим вредят два. Да они еще такие бешеные деньги за все это платят. Восемь дней я жил в этом эстерзунде. Я не видел ни одного полицейского в форме. Вообще не видел. Я не видел ни одной конфликтной ситуации на улицах. А у них круглые сутки под окнами стоят детские коляски, велосипеды, машины. Мысли нет ни у кого нагадить, что-то сделать. Трезвые люди в этом городе живут. Люди, которые стыд и совесть свою не пропили. Можно ведь так жить? Можно. А почему же мы-то так не живем? Давайте зададимся вопросом. Тем более наполовину мусульманская республика. Ведь можно же это сделать. Кстати, я вам нарисовал русский крест. Но ведь это не по всей России такой русский крест. У нас самый высокий уровень смертности в России. В самой пьяной Ярославской области. 27 на тысячу. 3% населения уничтожается каждый год алкогольной войной. Никакая чума холера такого сделать не может. А самый низкий уровень смертности в Российской Федерации знаете где? Да вы ни в жизнь не поверите. С учетом убитых в Чеченской Республике. 3,8 на тысячу. Я хочу у вас спросить, где война-то идет? В Ярославской области или в Чечне? В Чечне в расчете на тысячу людей убивают. В 8 раз меньше, чем в Ярославской области. А Чечня, Ингушетия, Дагестан возродили трезвые мусульманские традиции. Народ не употребляет алкоголь. Семьи прекрасные. Детей много. Да дети-то какие здоровые. Нет ни одного детского дома, всех детей не бросают, усыновляют, понимаете? Вот он же, есть пример, понимаете? Решили проблему. Более того, праздник Рамадан на месяц вообще сухой закон, вообще запрещено где бы то ни было. И в первую очередь русские там живущие хлопают в ладоши. Хомут этот алкогольный с них сняли. Несколько слов должен вам сказать о пиве. Это страшное нашествие пивной мафии на нашу страну. Оно привело к страшным результатам. Всю молодежь практически поголовно погнали за пивом. А пиво это самое опаснейшее алкогольное изделие. Кстати, теория трезвости говорит. Чем более слабый алкоголь, чем меньше там градусов, тем оно вредней и опасней. Потому что начинают пить дети, молодежь, девочки, мальчики. И вот эти вот, знаете, в банках продают с градусами сладкие коктейли. Это чтобы наших девочек упоить. Понимаете? Вот эти. Пиво, чтобы наших мальчиков упоить. Что говорит теория культурного питья? Есть хорошие алкогольные напитки. А есть плохие. Тьфу. Так вот надо больше хороших напитков, чтобы люди не пили плохие. А теория трезвости говорит. Все наоборот. В эту хорошую водку навоза надо насыпать, чтобы у человека, ну ханнул, понимаете, у нормального человека, чтобы рвота сразу началась. Еще и карту бы не поднес. Так вот, пиво, это самый опаснейший алкогольный яд, который пущен в нашей стране, чтобы уничтожить наших детей и молодежь. Я когда в 2004 году смотрел Олимпиаду в Греции, в Афинах. Всю рекламу на этой Олимпиаде откупили пивнюки. Мировые пивные компании. И в перерыве между соревнованиями на Восточную Европу ушла реклама пива. И сразу после рекламы пива мы обратили внимание. Реклама пива. И прям вслед за рекламой пива реклама таблеток от импотенции. Пиво, импотенция. Пиво, импотенция. Мы заинтересовались, что-то тут не то. Видать, пиво и импотенция как-то связаны. И весь мир-то, наверное, об этом знает. Это мы здесь ничего не знаем. И мы начали изучать этот вопрос. И выяснили следующее. Докладываю вам. При варке пива, даже безалкогольного пива, я подчеркиваю. При варке пива, даже безалкогольного, в раствор добавляют вещество под названием хмель. А хмель – это наркотическое растение семейства Коноплёва. Так вот, при выварке хмеля в раствор пива, даже безалкогольного пива, вывариваются вещества, которые называются фитоэстрогены. Фитоэстрогены. А теперь вопрос. Знаете ли вы, чем отличается мужчина от женщины? Я, когда в школе задаю этот вопрос, сразу ха-ха-ха. Я говорю, правильно, ха-ха-ха. Мужчина родился мальчиком, а женщина родилась девочкой. Но, оказывается, не этим, не этим отличается мужчина от женщины. Основное отличие мужчины от женщины заключается в том, что у мужчины в организме в крови мужской гормон, который называется тестостерон. А у женщины в организме женский гормон, который называется эстрадиол. Вот этим и отличается мужчина от женщины. Вот я мужчина, у меня в крови тестостерон, у меня мужской голос, у меня мужской характер, у меня мужские наклонности, мне женщины нравятся. Это, кстати, только определяется тестостероном в крови. У меня, в конце концов, мужская фигура, мощный торс. А у женщин в организме женский гормон эстрадиол. И они женственны, у них мягкий голос, у них мягкий характер. У них присутствует кокетство, желание нравиться мужчинам, кстати, это только определяется эстрадиолом. Инстинкт материнства определяется вот этим эстрадиолом. У них и фигура соответствующая, более узкие плечи, широкий таз, возможность рожать детей, продолжать потомство. Так вот выяснилось, когда любитель пива мужского рода заливает этот яд в себя вовнутрь, это пиво. У него в желудочно-кишечном тракте происходит простейшая химическая реакция. И вот эти фитоэстрогены превращаются в женский пологвой гормон эстрадиол. И этот любитель пива мужского рода на глазах, извините за грубое слово, из мужика начинает превращаться в бабу. Попил несколько лет пива, у него начинает тончать голос. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. У него пропадает мужество в характере, он начинает всего бояться, опасаться, никуда не лезет. У него пропадает интерес к женщинам, а у некоторых любителей пива даже начинает появляться интерес к мужчинам. И все эти половые извращенцы, как правило, из любителей пива выходят. У него фигура начинает меняться, сжиматься плечи, раздаваться таз. Три дня в месяц, критические дни, голова болит. Иногда даже кровь идет, правда, через нос. Груди отрастают. В 17-20 лет непрерывно попил пиво, 100% гарантирована импотенция. И все мировые пивные компании об этом прекрасно знают. И поэтому каждой кружке пива настоятельно рекомендуют таблеточку от импотенции, чтобы хоть немножко еще продлить его мужское удовольствие. Больше всех в Европе от пива пострадала Чехия. И в Чехии самая популярная поговорка о пиве, знаете какая? Любитель пива подобен арбузу. У него растет пузо, но отсыхает кончик. Кончик отсыхает, в общем. Мудрое сравнение. Но еще более страшная картина начинается, когда пиво употребляет женщина. Женщина, употребляющая пиво, у ней в желудочно-кишечном тракте происходит точно такая же реакция, и фитоэстрогены из пива превращаются в женский половой гормон эстрадиол. И у женщины-любительницы пива в организме нарастает излишняя концентрация женского полового гормона. И это страшно. Это страшно. И эта милая девушка, женщина, из милой прекрасной девушки и женщины, на глазах начинает превращаться в агрессивную, злобную самку. Агрессивную и злобную. Ученые провели эксперимент на крысах. Взяли 20 крыс, 10 самцов, 10 самок. И начали их поить пивом. Крысы тут же все стали пивными алкоголиками. И уже к корыту с водой никто не бежал. Все ждали, когда корыта с пивом принесут. И когда у крысих, у самок начался брачный период, самцы на них ноль внимания. И самки до того озверели, они разорвали самцов и их сожрали. А когда ученые вскрыли самок, исследовали, выяснили, что у всех самок в 4 раза увеличена матка, и вся матка забита слизью. Это страшно, когда у женщины избыточный эстрадиол в организме. А теперь вспомните ту рекламу, которой кормили нашу молодежь. За столом напротив сидит он и она. А между ними двухлитровая бутыль с пивом. Она-то пиво дует, у ней-то желание нарастает. А он-то пиво дует, у него-то отпадает от этого пива все. Вот вам, пожалуйста, и скандал в семье, и развод, и импотенция, и самоубийство в конце концов. Все оно идет из этого пива. Поэтому долго нашу молодежь убеждали, кто бежит за клинским пивом. Помните? Самый умный, самый красивый. Кого девки любят? Да будущие ранние импотенты. Вот кто бежит за этим клинским пивом. Поэтому, сидящие здесь девушки, не дай вам Бог связать свою жизнь с любителем пива. Наплачетесь, жизни будете не рады. Превышают предельно допустимую концентрацию для человека. Ну, вы здесь город химиков, вы знаете, что такое. Человека под действием алкоголя по сосудам гуляют тромбы. Тромбы гуляют. И эти тромбы в местах ветвления сосуда, вот сосуд, где разветвляется надло, эти тромбы из электроцитов, начинают закупоривать. Под действием алкоголя они образуются, закупоривают. И сосуд раздувается. Сосуд раздувается. Вот это раздутие сосуда в медицине называется аневризма сосуда. И так он затянулся, спазм, выдохнул, отходит. А когда делает затяжку, по всем сосудам идет спазм. В том числе в этом месте сосуд пытается спазмировать. А стеночка здесь натянута. А стеночка здесь изношена. А давление снизу, нешуточное, подпирает. И при очередной затяжке, после выпитого пива, вина или водки, стенка сосуда не выдерживает и прорывается. И происходит у человека микрокровоизлияние. Если это происходит в головном мозге, то болезнь эта называется микроинсульт. Человека может парализовать, может парализовать и насовсем. Если этот сосудик питает участок сердечной мышцы, болезнь эта называется микроинфаркт. Таким образом, запомните также на всю жизнь, что алкоголь плюс табак, Табак это быстрая и верная смерть. Причем, табак усиливает разрушительное воздействие алкоголя на сосуды. Но алкоголь удесятеряет ядовитое воздействие табака на организм человека. Когда курильщик засасывает ядовитый дым, часть дыма у него оседает на слюне. И слюна у всех курильщиков становится ядовитой. Все курильщики об этом прекрасно знают. И где попадя, не попадя, эту слюну плюют. Вот у нас в Новосибирске, а я всю жизнь прожил в Сибири, зимой невозможно подойти к остановкам. Все остановки прям пятаками заплеваны вот этими курильщиками. Но курильщик не всегда имеет возможность выплюнуть эту слюну. Иногда он ее вынужден и проглотить. Но ведь глотает он не просто слюну, а 196 ядов, которые на этой слюне у него осели. Но на счастье курильщика, половина этих ядов не растворяется в воде. Они так насквозь и проходят. Но если он эту курятину свою запивает пивом, вином или водкой, спирт, который содержится в пиве, вине, водке, растворяет почти все 196 ядов, растворяет, всасывает в кровь, разгоняет по всему организму, отравляет мозг, половые органы, отравляет сердце, печень. Таким образом, алкоголь удесятеряет ядовитое воздействие табака.